В горизонтальной плоскости перемещается груз массой 3 кг с ускорением 0,3 м за секунду в квадрате. Под действием, к какой горизонтальной силе перемещается груз, если сила трения скольжения равна 2 ньютона? Так, в задаче известна масса тела 3 кг. Тело перемещается с ускорением 0,3 м за секунду в квадрате. И сила трения, которая в этом присутствует, будет равна 2 ньютона. Необходимо выяснить, какая сила F действует на это тело. Можно нарисовать небольшой рисунок, для того, чтобы все было понятно. Это будет у нас плоскость какая-то. Существует какое-то тело массой соответствующим, м равно 3 кг, которое перемещается с ускорением А равно 0,3 м за секунду в квадрате. Против этого перемещения, против этой силы F действует сила трения. Это F трения, которая тормозит это тело, не дает ему возможности противодействия перемещению силы F. В данном случае ускорение нам создают вот эта сила, которая больше силы трения. И разница этих сил будет та сила, которая создает это ускорение. Можно сказать о том, что если мы от силы F отнимем силы трения, мы получаем ту силу, которая дает ускорение. Это равно МА. Вот это та сила, которая приводит ускорение 0,3 м за секунду в квадрате. И так просто можно вычислить отсюда сразу, чему равна эта сила, которая действует на это тело. Поскольку у нас есть сила трения. Итак, F будет равна. Переносим силу трения в правую сторону и плюс МА. Все данные известны. Можно просто сюда подставить и подсчитать, сколько у нас будет равна сила, которая действует на это тело. F равно. Сила трения чему равна? 2 Н. МА чему равна? Масса плюс 3 кг множится на ускорение на 0,3 м за секунду в квадрате. Это будет равно 2 Н. Плюс 0,9 кг на метр на секунду в квадрате. А это выражение определяет ньютон. Это будет равно 2 Н. Прибавить 0,9 Н. Мы получаем 2,9 Н. F равно 2,9 Н. Задача простая. Она просто демонстрирует, каким образом сила трения влияет на эту силу, которая создает ускорение. Ее нужно обязательно учитывать. В данном случае это основная сила, которая тянет это тело. Ее нужно отнять для того, чтобы получить силу, которая дает это ускорение. Разница этих двух сил, и будет сила, которая дает ускорение тело. Естественно, еще раз, перемножив эти значения, мы получаем в самом начале еще определение физической увеличенной как ньютон. Это килограмм на метр на секунду в квадрате. Это у нас готовые ньютоны, а тут у нас просто перемножили и получили.